всем привет с вами кирилл широков и никита петров сегодня кирилл будет играть шахматы а я буду пытаться вас развлекать в новой нашей рубрике которая называется спуск с горы наверняка многие уже слышали о ней суть рубрики такая что я с большим трудом набил кирилла на его аккаунте рейтинг 3200 сейчас кирилл начнет играть полностью сам самостоятельно не используя никаких моих подсказок или еще подсказок других людей будет играть вот с людьми которые примерно соответствуют его рейтингу то есть 3200 и под постепенно будет спускать рейтинг и вот остальная цель этого эксперимента заключается в том чтобы понять на каком рейтинге хрила становится то есть начинал я начинал прокачивать его аккаунт когда укрела пол рейтинг примерно 1700 я прав да 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 и вот многие в комментариях к анонсу данной рубрики писали свои предположения по поводу того на каком дарится камбрица ского рейтинге на планете кирилла становится большая часть людей конечно считали что его силы игры вырасти однако были исключения некоторые считали что он наоборот он станет играть хуже из-за того что ссылаясь на психологическое давление да да бесконечные все поражения будут давить знаю я проголосовал 1900 я остаюсь по своем мнении ну потому что это начинали же в общем то но в общем то смысл будет в том что я буду молчать ребят но в конце мы проведем небольшой наверно какой то анализ партии рейтинг ну да конечно ну и что я кинул вызов можно показать нажать на паузу в рейтинге достаточно поздно так ну вот началась партия поехали да только не сжай быстрей а то 7 секунд уже отдал разыгран какие-то стариндийские построения мы пока не знаем что будет дальше пирс получился пирс солидная схема за белых черные общем то тоже играет по известному образу стран особо не обращая внимание на веру соперника каждый из второго выставляет пытается оптимально расставить свои фигуры типичная ситуация до пирс очевидно кирилл пытается готовить движение в центр не зевают слонах удивитель даже немного обидно ну по большому счету и на мой взгляд больших проблем все черных нет то есть белые пытаются играть на некоторые слабости что на же 7 пассивности вот и крилых жертвует пешку я думаю что соперник не возьмет потому что то есть если 3 200 жертвует пешку то очевидно что какой-то замысел тут есть на самом деле видимо его не было ну а поскольку не последовало кмбит е5 то здесь ухоела отличная позиция на самом деле для равенства или почти равенства все пока неплохо времени поровну может быть вообще никакого спуска с горы не произойдет и вот держать 3 200 было забавно конечно вот у белых преимущества двух слонов ничего серьезного может какое-то давление уже появилось все таки b4 ну не могу сказать что это сильно опасно еще соперник показал что соперник не представился в своем информации о своем аккаунте но то не знаю зачем то черный вводят коня на б6 попадает это под а5 может быть не самая удачная идея но в любом случае позиция держится в рамках равенства или что-то около того ну то для d8 это видимо зелок потому что сейчас в белых появилась возможность побить на d8 побить на е5 в игренной позиции на такой степени запугал своих соперников что они уже очевидных вещей не видят все равно может быть белые сохраняют какое-то подобие давления за счет двух сторон но если это была серьезная партия с классическим контролем я бы сказал что наиболее вероятный результат это ничья кстати обратите внимание что кривила за всех сил старается не жертвовать никакой материал удивительно пока у него это получается вообще он довольно солидно ведет партию я удивлен наверняка я мешаю своими комментариями да может быть мы делаем чуть поддавливать большой взгляд для ход очень сильного сыграть в лице но образом хочется каким-то образом ослабить ослабить давление да вот выбор кембить а я думаю что правильный выбор пытается соперник дать мат непопытно да может не такая простая позиция черных не проходит здесь конь бит е5 не проходит видимо да видимо не проходит но соперник даже проверять не стал очевидно не очень любит считать тактику ну то есть и ход неплохой ставит проблемы черный в панике время стремительно тает нужно искать какую-то контур игру да конца 6 разумных к сожалению на него была потрачена очень много времени позволительно много времени поджим 5 да степенно белые переигрывают своего соперника на f7 зависла не так много способов защитить эту пешку строгая способ 1 до кирилл исполняет этот ход как ни странно возможно на цепь пока держится ввиду каких-то тактических особенностей позиции вот здесь вот после слабится 5 есть один ресурс у черных может быть ну да но к сожалению к сожалению времени слишком мало да уже без разницы я думал как играть а 6 грамотно теперь черный отыгрывает пешку и строк строк говоря никаких проблем в позиции наверно нет кирилл играет абсолютно верно но к сожалению слишком медленно сказывается неопытность на в игре на данном уровне на g5 отдается ну да к сожалению черный роняет флаг да ну ты знали что ты достойно сражался жаль я вполне мог ему такую же партию проиграть хотя обычно его обыгрывают все таки но особенности схемы так ну никита давай немножко по партии да хорошо ну вот Т4 и Ж6 здесь пока все нормально давай движок включать не будем из принца да 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 согласен что бы вот эта схема с цитрой она не очень опасна для черных на мой взгляд то есть ты здесь все делал верно c6 ну слон дт в виде ход c6 можно так играть ну может быть в какой-то степени на любителя я думаю что может быть конь d7 e5 сразу было точнее место c6 вот отмотай ну да да вот здесь конь d7 там 2 0 и e5 сразу не теряя время может быть ну и другая идея черные вообще могут то есть верни до 6 хода d5 слабо там там c5 все нормально здесь можно c5 пойти просто c5 и перейти к каким-то сицилианским позициям да это я видел но я хотел сыграть c6 именно в этом бою c6 тоже нормально 2 0, 9 и 8 да ну давай не будем у меня потому что Никита очень сильно подвязает движок давай просто партию ну покажем быстренько что у тебя подвисает у меня очень подвязает планет почему-то я не могу не знаю судя по экрану все нормально ну вот здесь наверное b6 да да мы очень быстро пролистали там интересные события произошли раньше отмотаем ну вот тут вот еще чуть назад до момента как бы слона поменяли до 10 до 10 до 10 вот да ну ферзи е2 нормально вот слон е6 мне ход не нравится потому что видимо ты зевнул на е5 я не знаю почему он не побил да 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 я зевнул и не взял ну я же говорю у меня ты соперник был настолько запуган твоему рейтинге он очень много раз проходил мимо выгодных возможностей здесь после кони е5 ничего нет у человека практически уверен я думал сначала конь h5 но там тогда конь 2 f3 держит поле f4 белый в общем это первое что дед дадим послал дед дадим нет ну вернись партии не было сыграно ну да дадим здесь срал конь d7 ход-то логичный но теперь появилась возможность у белых выбить слона под ходом конь g5 но он снова ей не пользуется играет конь c4 вот здесь не пай зачем-то отдал слона добровольно если честно почему нельзя сыграть ферзь c7 например ну не знаю не ну я вообще придираюсь конечно что ты на 1500 пунктов лобио соперника и играл то в общем то хорошо побил побил ферзь c7 b4 здесь все нормально постепенно передавливают конечно белые да вот вернись на два года назад вот до водяда 8 да да опять точнее здесь же можно белые могли побить и побить на е5 по-моему побить ладью побить на е5 да 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 он безнадежный слайда 8 это очередной зевок и он здесь думал у меня такое ощущение что он боялся каких-то тактических людей которых явно не было но опять хорошо побил побил d7 d3 d6 взяли взяли h35 c5 ход не очень мне нравится слишком белые поля ослабил мне кажется надо было б5 пойти вот верни до хода c5 здесь вот б5 c4 поля прикрываем ну и держим структуру все равно белых на получше а здесь видишь пришлось неказистые ходы делать ты держался да правда очень медленно играл и вот здесь мне кажется он продешевил когда поменялся но мы его его ошибки то особо оценивать не будем и вот эта позиция вообще отличная конь d2 конечно слабый ход верни до конь d2 никто ж пока не заставлял 7 секунд заставляло ну сыграй слон f8 например не ну я и мы же оцениваем позицию как бы ну ладно конь все равно белых лучше конечно за счет проходной конь d2 слона 2 здесь ты сыграл слон f8 но уже потеряла спешка ну и после здесь уже в любом случае белых выиграно но ты на флажке не заметил что он висит или уже просто дергал да просто не заметил так ну всем спасибо за внимание наверно в общем если бы ты так играл бы все время то держал бы 2400 ну ладно всем спасибо за внимание до новых встреч